Хождением по мухам, вернее по коридорам исполкома обернулось стремление жительницы Казани избавить мост Миллениум от сосулек. Как оказалось, свисающие глыбы льда аккуратно над пешеходной тропинкой никому не интересны. В результате переписки выяснилось, что по мнению сотрудников исполкома сосульки уже удалены. Более того, там напомнили, что в охранной зоне под мостом гулять нельзя, хотя тут же почему-то стоит знак пешеходного перехода. Собрав эти ответы, я их отправила в прокуратуру республики, та, соответственно, переадресовала в прокуратуру города Казани, а прокуратуру города Казани отправила опять в исполком. На данный момент ответов нет, а сосульки как не сели, так и висят. При вратности весны несложно обнаружить и на дорогах. Улица Даурская вполне может претендовать на звание самой трехмерной во всей Казани. 3D-аттракцион ежедневно вынуждены преодолевать сотни, если не тысячи автомобилистов. Напомнить о дороге тем, кто там не ездит, решили в Федерации автовладельцев России. Наша федерация вообще задумалась сделать такой презентационный ролик вот таких вот улиц, которые не ведут, по которым гостей не возят, да, и мы просто хотим как-то организовать экскурсии наших гостей по таким дорогам, то есть то, что скрыто от их узора. Иным водителям и ровной дороги оказывается достаточно, чтобы попасть в переделку. Очередного пьяницу за рулем даже задерживать не пришлось. Сам припарковался в дорожное ограждение. Завершив нетрезвый вояж, мужчина никак не унимался и то бросался на журналистов, то на инспекторов. Больше всего досталось водителю эвакуатора. Да, я не трезвый, я попал в ДТП, но почему у меня забирают машину? Пока не доказано же это все. За назойливых алкоголиков, бомжей, попрошаек и бродяг взялись депутаты госсовета. От этих немилых глаз у народных избранников элементов решено очистить казанские улицы. Соответствующий закон на неделе приняли в республиканском парламенте. Теперь за приставание к добропорядочным гражданам можно схлопотать предупреждение сотрудника полиции. А можно и штраф от 100 до 500 рублей. Ну что с нас возьмешь, а? Ну что ты с меня возьмешь-то? Мэр деревни Универсиады тем временем взялся за инвалидов-колясочников. Группа инициативных граждан решила проверить, смогут ли люди с ограниченными возможностями добраться до объектов всемирных студенческих игр. Как выяснилось, смогут, если в этом им поможет мэр Универсиадской деревни. Нет, я зимой здесь один не смогу подняться однозначно. Ну да, здесь нужна помощь все равно. Пандусы в деревне Универсиады сродни лифтам на пешеходных переходах. Они вроде как есть, но пользоваться ими невозможно. Знакомая ситуация, не правда ли? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова